Я всегда говорю, что для того, чтобы менять что-либо, надо понимать, а кто будет завтра. То есть, если у нас сегодня в футболе личность, и хотим мы личность футбольную, для того, чтобы она управляла футболом, или это должен прийти менеджер, может, литовский, грузинский придет, все-таки, тоже как не худший вариант. В принципе, это футбольные страны, так же, как экономические, политические. Мы же должны, может, с Америки кто-то приедет, это тоже не худший вариант. Но точно знаю, что не с Россией. Поэтому сегодня мы нивелируем. Мы должны найти, а, лидера, б, лидера, вокруг которого объединяет. Какой бы плохой, хороший ни был Григорий Михайлович, который уходил и остался почетным президентом, но это была личность, неординарная личность, которая умела управлять. Сегодня он заявил в интернете, что он не хочет. Ну, сложно мне сегодня говорить о том, кто может заменить, и есть ли такая личность. Это мы посмотрим, наверное, за два месяца до Конгресса Нового, когда люди предложат кандидатуру на постпрезидента. Чтобы мы просто не меняли шила на мыла. Вот это самое главное. То есть перезагрузка – это не изменение хромого на слепого или слепого на хромого. Перезагрузка – это, наверное, сильный менеджер приходит, и с ним приходит сильная команда. Чтобы не получилось опять, что мы выбираем людей на четыре года, а пробывают они год или два на своем посту. Мы анализируем то, что или слышим, или то, что хотим услышать. А никто никакого анализа не проводил работы федерации за эти 25 лет. То есть работы президентов страны провели анализом того, в каком обществе мы сейчас и как мы живем. А анализы футбольного президентства мы не провели, потому что у нас все время в катаклизмах каких-то происходит это.